Чемпионат 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 очередь, для зрителей, наверное, потому что они получили в нем все, для чего они сюда ходят. Спасибо. Пожалуйста, вопрос. Тем более у нас должок за прошлый матч, его почти никто не видел, даже те, кто пришли. Игорь Витальевич, по пенальтистам вопрос в каждом случае решался со скамейки? По пенальтисту не со скамейки. У нас была, ну, мы написали, кто бьет пенальти в игре. Первый был Гарре в случае форс-мажора, второй должен быть Фернандо. Ну, ситуация получилась такая, что первый сразу пришел второй. Такой момент, извините, но мы не предусматривали там. Вот. И, ну, дальше мы не забили пенальти, я думаю, не стоит это обсуждать. Для зрителей, наверное, они только выиграли от того, что матч веселее и веселее потом шел. И вот ситуация, когда матч, который можно было к середине первого тайма заканчивать, уже в итоге на нервах завершался. Но, ну, были ли, скажем так, сделаны выводы по предыдущим матчам, которые, ну, по подобному же сценарию складывались, когда у нас вначале все было хорошо, потом становилось хуже. То есть, насколько концовка была элементом уже случайности, туда-сюда игра, да? Либо какие-то качества были проявлены? Ну, скажем так, сделаны уроки из предыдущих подобных. Команды, которые играют в очень интенсивный футбол, часто не могут распределить правильно силы на 90 минут. И, наверное, к такой молодой команде, которая пытается играть быстро, это тоже относится. Поэтому часть наших игр, о которых вы вспоминали, где, наверное, неубедительные были концовские встречи, они связаны с тем, что, ну, какого-то немножечко пороха, эмоций у нас не хватало на второй тайм. Мы только что отыграли похожий первый тайм с Оренбургом, а во втором тайме мы могли этот матч и проиграть, вы понимаете. Поэтому, конечно, мы напомнили, но напомнили не в том ключе, что такие-сякие, давайте-давайте. Вот, мы немножко обозначили, как надо нам выходить на матч, как играть, но, к сожалению, я еще присесть не успел, а уже счет стал 1-1, все перевернулось. И в матч надо было возвращаться. Не всегда это легко, когда ты там не забиваешь достаточно большое количество моментов, пенальти, там, штанги какие-то. И тут в игру вернуться, но мы хорошо вернулись в игру. И, ну, спасибо ребятам за матч и за круг. Игорь Витальевич, вопрос по Салтыкову и Шитову, они были заменены из-за травм и насколько серьезно все это? Знаете, по Салтыкову такой вопрос решался, у него побаливает колено, ему нужна пауза. Эту паузу мы не могли дать ему прошлой такой вот паузу на сборной, так сказать, когда он в Бразилию, ну, там съездил, слетал, конечно. Вот, и там сыграл три игры. И вот последние матчи мы, наверное, больше его восстанавливаем между этими играми, да, больше восстанавливаем. И сейчас у нас до конца были сомнения ставить его или не ставить, но все-таки мы такое решение приняли. Он провел очень хороший матч, но его травма связана с тем, что колено его стало беспокоить. Что сейчас, он едет дальше сборной, мы даже сами не можем его обследовать, надеемся на лучшее. Вот, сейчас вот он там льдом обложили, более точную информацию я не могу дать, но, еще раз говорю, я очень надеюсь, что все обойдется. Вот, здесь три матча до конца чемпионата. Ну, ему нужна просто небольшая пауза, ну, а может и большая. Вот, Ашитов это судороги схватили и скажу, что отмечу его, ну, по-настоящему хороший матч, зрелый матч. Может быть, первый зрелый матч его, понимая его потенциал, мы, конечно, всегда в него верили, но первый зрелый матч, который он за нас сделал, и это, конечно, радует. И чем обуставлен выбор Ломаева в виде вратаря в качестве вратаря на сегодняшнюю игру? Тем, что мы посчитали, что в этой игре он будет полезнее, чем Овсяников или Фролов. Субтитры сделал DimaTorzok